Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников-скульпторов Кэтрин Эйбл. Австралийская художница Кэтрин Эйбл одна из самых продуктивных художников современности. Привлеченная европейским искусством и история Кэтрин посетила Париж в 2000 году. Яркое искусство и шедевры великих эпох дали импульс следовать по следам мастеров эпохи возрождения в Италии. Они сильно повлияли на мою технику и мое желание рисовать женские формы, как выражение красоты и грации, сказала Эйбл о своем обучении в Европе. Я беру данные из открытых источников в интернете. Самое раннее вдохновение Кэтрин Эйбл черпала в угловатых формах начала 20 века. В начале своего творческого периода художница-самоучка ориентировалась на стиль арт-деко, Пикассо и Дали. Позже это были такие художники, как Уотерхаус и Клинт. Для нее искусство постоянно в движении. Работы Эйбл это яркие фигуративные картины маслом. Художница запечатлела классическую современную женскую сексуальность. Женщин, которые изучают силу и красоту. Катрин Эйбл совсем недавно начала заниматься живописью профессионально. В интернете распространена легенда, что в 2000 году она приехала в Париж, а после Парижа путешествовала по Италии. Она была просто очарована увиденными в Европе картинами мастеров эпохи Возрождения. В последующем Катерина утверждала, что именно мастера Возрождения помогали ей найти свою технику живописи и пробудили желание показать женское тело, как эталон красоты и рации. После Европы она посетила США, только потом вернулась в родной Австралию. Много работало, и ее картины нашли своего почитателя не только в Австралии. Австралийской художнице удается гармонично сочетать классический стиль со сложной, не выходящей за пределы приличи, темой современной женской сексуальности. В результате получаются необычно соблазнительные композиции, состоящие из потрясающих смесей силы и красоты. Под влиянием работ Пикассо, Брака и Сальвадора Дали, а в последнее время Андрея Лотто и Тамары де Олимпицкий, ее работы обрыли свой по-настоящему оригинальный стиль. Ну, так вкратце о австралийской художнице Кэтрин Абейль, одной из самых продуктивных художников современности. Пока-пока, до свидания, смотрим, работаем. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok